Умар Хацинцевич Хабисимов, народный артист Ресаписер, выдающийся адыгский композитор-песенник, певец, гармонист, человек, стоящий у истока профессионального музыкального творчества в Адыгее. Его песенное наследие насчитывает около 600 образцов, а не популярных в Адыгее среди людей разных национальностей. Род Хабисимовых был не из богатых, но люди знали их бескорыстей и добротой. Почитали за умение в трудную минуту прийти на помощь каждому попавшему в беду. Забота о воспитании Умара в основном легли на плечи матери Касу Хвостахову, а немного позже ей стала помогать подросшая старшая сетра мальчика Каца. Однажды отец в разговоре с женой, как-то взяв в руки небольшую гармошку, немного смущаясь, высказал свою сокровенную мечту о том, чтобы их сын в будущем посвятил себя музыке. Бывая в автомобиле, отец не раз заходил в ваку, где стояли ряд красивой гармошки. Но все не решался заплатить фантастическую сумму – 40 рублей. По тому времени, то была цена хорошей двойной коробки. Тем более, дети еще не видели на себе хорошие одежды и обуви и донашивали друг за другом вещи. Но так или иначе, а гармонь была куплена. Ничего, – думалось тогда отцу, – Умар проверяет большие способности в музыке. Способный гармонист легко выучил на пропамятенцевальную мелодию, которую лихо исполнял на свадьбах. Так наступила осень 1934 года, в которой Умар, находясь вдали от дома из Север-Ханны, решил продолжить учебу в русской школе в горной станице Англиковской. Директор школы Гавриил Самойлович Кузнецов приветливо встретили подростка, искренне поддержав его свое мнение учиться. Проверив знания мальчика, зачислили в 4 класс. Умару нравилась простойно-типичная школа. Учился он прилежно, успевал по всем предметам. Правда, он немного отставал по русскому языку. Поразмыслив, отец и матери собрали свои нехитрые пожитки, и вскоре переехали к сыну. Они привезли с собой гармошку, и жизнь в доме Петра Забибального, у которого от Хабисимова сняли квартиру, пошла другим чередом. Веселее. То, что новый ученик обладает музыкальной способностью, пришлось весьма кстати для школы, где уже была художественная заводительница. Душой музыкального кружка по праву считалась Евгения Николаевна, учительница, прекрасно знавшая нотную грамоту. И отличная владерша Измойна Петра Забибального. Она пригласила Умара на репетицию школьного хора, занятия которого проводились в столичном клубе. Там Умар впервые увидел и услышал чудо-инструмент, пианино. Музыкальное ухо юноши сразу оценило огромную возможность отдающейся под множеством черно-белых плавишек. С того времени он стал постоянным участником школьной художественной самодельницы. После репетиции Умар мог часами задерживаться на едва отсеченной сцене. Низко склонившись на Умара, он пробовал подбирать посуху песен, которые только что с ним разучил Евгением Николаевным. Аккомпанируя хору, он стал незаменимым помощником Евгения Николаевна. За два года учебы в Андреевской школе Умар Замета продвинулся и в игре на фортепиано. В 1956 году начали открываться музыкальное училище. Детка Бесимова это событие являлось с новым трампином для реализации своей дальней мечты, получив диплом музыканта-профессионала. В числе первых документов учебного заведения Хорбисимова в короткие сроки готовит все необходимые документы и без труда поступает на вокальное дюймение. Однако, проучившись около трех месяцев, он возвращается за дюймение. В чем же причина? К моменту поступления училища Хорбисимова было уже под 40 лет. И возможно, его жизненные руководители приоритетов обычно от жизненных приоритетов студента-первокрестника. О жизни композитора в народе слагаются легенды, хоббин-анекдоты. Это был человек многогранный и сложный. Его можно было ненавидеть, но возможно было относиться равнодушно. Композитора любили и боялись. Он всегда добивался поставленных целей, высоко ценили себя и стремился общаться только с талантами и людьми. Сегодня, когда Хорбисимова с нами нет, его музыка, как прежде, занимает огромное звуковое пространство, звучит в новых исполнительских интерпретациях, нанесет сильный музыческий заряд. Этот заряд посыл передущим поколениям от великого артиста, игравшего в свою великую роль на подвозках жизни. Девушки красивы, как в полях цветы, Если не женился, пожалеешь ты. Ой, аулау мой, милая земля, Как тебя люблю я, родина моя. Ой, ира, ой да, ой да, ра, Как тебя люблю я, родина моя. Ой, ира, ой да, ой да, ра, Как тебя люблю я, родина моя. Субтитры сделал DimaTorzok